Здравствуйте, дорогие друзья! Новая серия моих ответов на ваши вопросы в социальной сети Елицы. В чем жертва Христа? То есть, что было бы по-другому, если бы Христос не пожертвовал Собой? Самый распространенный ответ вызволил из ада праведников. Наш приходской батюшка сказал, что это дело десятое, а первое, что тогда, он ответить не смог. То есть, иными словами, вы хотите спросить, что было бы по-другому, если бы Христос не пожертвовал Собой? То есть, что нам, собственно говоря, с Его жертвы дадено, чего бы у нас не было, если бы жертвы этой не было? А Вы знаете, для большинства людей, жителей планеты, наверное, мало что изменилось. Для большей части, по крайней мере. Если бы Христос не родился бы, не жил и не пожертвовал бы Собой, не было бы распятия, то мы бы сейчас жили при Ветхом Завете. Все еще тянулась бы та история Ветхозаветная. И, в принципе, большинство населения планеты так и живет. Более того, так и живут даже, наверное, большинство христиан. Есть вот церковный такой праздник, называется Сретение Господне. Он 15 февраля отмечается. Это когда младенца Христа принесли в храм Божья Матерь, и его названный, так скажем, отец Иосиф, принесли в храм в Иерусалим представить его пред Господом. И встретил их праведный Симеон, старец. И произошла встреча вот этого старца праведного Симеона, который символизирует, так сказать, ветхое человечество, и Христа. Фактически встретились как бы два завета – Ветхий Завет и Новый Завет. Вот встреча произошла. Так вот, большинство населения Земли до сих пор не встретили Христа. Ну да, некоторые из них крещеные, все это есть. Но вот эта встреча так, собственно говоря, не состоялась, и они, по сути дела, живут как бы при Ветхом Завете. Но для тех, у кого эта встреча состоялась, кто принял Христа, не просто его встретил, но принял, для них изменилось очень многое. Но объяснить это словами, я боюсь, у меня, например, не получится. Что же касается «вызволил из ада праведников» – да. «И ад разрушил» – да. И теперь, которые умирают, несколько иная у них судьба посмертная, нежели у тех людей, которые умирали до Христа. Да. Но, я так понимаю, вы это и сами знаете. Вы спросили еще о чем-то, что не улавливали. Вот я вам об этом и говорю. Поэтому и ваш батюшка ответить не смог, и я, наверное, не смогу. Потому что это невыразимая вещь. Это как вот любовь. Не было у тебя любви. Жил ты без любви. Потом полюбил, встретил любовь. Что изменилось? Как объяснить? Подскажите, правильно ли я поступил? Это следующий вопрос. К нам в гости пришел родственник, привел знакомить женщину, с которой сожительствует. Посидели мы, и она пошла по дому. А у нас, во слава Боже, икон на кухне и в комнатах ладан. Как раз у иконки зажгли, в смысле лампады, наверное. Походила она, посмотрела. Потом, когда уходить стала, моего мужа в сторонку отвела и говорит, что нужно ваш дом чистить, у вас плохая аура. Я, говорит она, ведьма в каком-то там поколении. Мне это все муж рассказал. Я на следующий день родственнику сказал, что я дружить с ней не буду. Он обиделся, ходит к нам сам, без нее. Я понимаю, что это не по-православному. Я на нее, не обижаясь, но дружить не смогу. Да, но вы мне здесь вопрос никакого не задаете. Я не увидел здесь вопроса. Прокомментировать ее поведение. Вот она говорит, например, что аура у вас плохая. Ну, кому плохая, а кому хорошая. Если для нее плохая, может, она хочет вашу ауру под себя переделать? А подумайте, нужно ли вам это? Что это за она, за такая ведьма в каком-то там поколении? Может быть, вы и правильно сразу обозначили, сказали, что мы, мол, тебя уважаем, ценим, но вот с этой подружкой мы больно-то и не хотим дружить. Ну и правильно, сразу же сказали свое. А что нужно было доводить дело до крайностей, что ли? Если она с первого раза уже начала посягаться на какие-то вещи, пришла все по-своему перестраивать. Да, думаю, правильно вы сделали. Следующий вопрос. Часто употребляют слово секта, сектанты и к православным верующим. Где реально стоит ли обращать на это внимание? Ну, секта, в отличие от настоящей хорошей добротной религии, секта не создает культуру, а паразитирует на ней. Она дистанцируется, отрывается от общей массы и говорит, «А вот мы тут белые пушистые, а вы тут все негодяи плохие». То есть она оппозиционирует себя всему миру и в той культуре, в той среде, в которой она существует. А настоящая религия воспринимает в себя все эти формы, как-то одухотворяет их и производит на свет культуру. То есть это культурное явление религии. А секта – это просто какое-то маленькое такое явление, отделение себя, противопоставление себя тому окружению, в котором эта секта находится. К слову сказать, что некоторые православные так себя действительно ведут, и поэтому, может быть, про них говорят, что это какая-то секта и сектанты. Имеется в виду, это камень в огород не вообще православной церкви, наверное, потому что вообще к церкви это неприменимо, неправильно говорить про церковь православную. А вот именно про конкретных христиан, которые так себя ведут по-сектантски, ну да, что ж поделаешь, есть такие православные верующие. Церковь нашу чаще обвиняют в том, что мы как раз вобрали в себя языческие обряды, например, масленицу, колядки, другие какие-то вещи. Что вот мы вобрали в себя это все, и поэтому у нас язычество. Если бы мы были сектой, мы бы всего этого не вобрали бы в себя, а говорили, вот мы тут праведники и хорошие, а вы все тут грешники в грехах. Вот и так себя ведет секта. А мы вобрали в себя это все, христианизировали, наполнили нужным, правильным, хорошим, истинным, подлинным смыслом. Стоит ли обращать на это внимание? Чаще всего нет. Тем более, что когда говорят про православных верующих, что это какие-то сектанты, иногда по духу действительно ведут себя как сектанты. Так что будете на это противоречить, обращать внимание, то тоже не очень правильно. Иногда нужно и молчать, а иногда можно и сказать по ситуации. Следующий вопрос. Я православная верующая, приняла крещение более двадцати лет назад. Для саморазвития интересовалась другими религиями и пришла к мнению, что все религии признают, что Бог на всех один. Заповеди тоже. Даже Архангел Михаил предводитель воинства света, и он предводитель темных сил. Я не понял насчет «он». Это Вы про кого? Разнятся сценарии обрядов, атрибутика храмов. Это дело самого человека, что ближе к душе. Но именно из-за этих не особо значимых моментов разгорались войны. Я сейчас остановлюсь здесь, потом дальше продолжу. Маленький комментарий сразу же скажу. Если Вы из всего того, что Вы знаете о религиях, если Вы такие выводы сделали, что все одно и то же, разнятся только сценарии обрядов и атрибутика храмов, то Вы знаете, Вас только можно пожалеть. Следовательно, Вы просто ничего не поняли ни в какой религии вообще, ни в православной, ни в других религиях. Это просто говорит о том, что Вы смотрите очень-очень поверхностно, чрезвычайно поверхностно, ни капельки вглубь не заглядывая. На поверхность глядя, да, у всех религий все одно и то же – не уби, не укради, не преподействуй, почитай отца и мать. Но это такая поверхность, о которой говорить-то даже не стоит. Там есть глубина, как в океане. Или смотреть на поверхность воды, или нырнуть туда с аквалангом и там поплавать. Там знаете, какая красота? Но именно из-за этих не особо значимых моментов разгорались войны. Вовсе не из-за этого. Вот Вы говорите, здесь разнятся сценарии обрядов, атрибутика храмов. И именно из-за этих особо значимых моментов разгорались войны. Вовсе не из-за этих. Вы не знаете истории. Вы не знаете истории, из-за чего разгорались религиозные войны. Если только из атрибутики храмов, из-за сценарий обрядов. Ничего подобного. Приведите хоть один такой пример. Почему бы сейчас, во времена технического развития и тотальной образованности, не объединиться под сенью единого Создателя, единого начала, чтобы исключить возможность спорить, какая религия лучше? Какой обряд правильный, как его исполнять? Ну и замечено, что частью прибывших православных верующих не искренны. В веру пришли не по зову души, а по актуальности. А судьи кто? Это вы будете судить людей искренне, не искренне? По зову ли души они пришли или не по зову души? Такие люди любят судить, придираясь к несущественным деталям, что отталкивает от общения. Возможно, отдельные догмы пора пересмотреть и отменить как несущественные. А какие конкретно догмы пора пересмотреть и отменить как несущественные? Просто любопытно, какие догмы несущественные с вашей точки зрения? Я совершенно с вами категорически просто не согласен. Во-первых, я уже с самого начала сказал, что если вы думаете, что религия отличается между собой только в сценариях обрядов, атрибутикой храмов и так далее, то вы просто ничего не понимаете в религиях. Просто вы неглубоко вообще не заглянули ни в одну из них. И остается вас только пожалеть, что вы так бедно образованы в этом отношении. Дальше, что касается, почему бы сейчас во времена технического развития тотальной образованности не объединиться под сенью Единого Создателя, я могу вам сказать так. А где вы видели тотальную образованность? Вот вы сейчас демонстрируете тотальную необразованность в вопросах религии, тотальную некомпетентность. И сейчас у нас как раз такое общество, которое тотально необразованное, особенно в духовных вопросах. Просто. Просто ноль. Что касается технического развития, ну и что? Допустим, если не брать всего того, что я вам сейчас сказал. Допустим, я с вами согласен, допустим, я с вами соглашусь и скажу, хорошо, да, вы правы совершенно, давайте, надо действительно объединиться как-то, создать что-то, отколоть все лишнее, все разногласия, так сказать, пересмотреть, убрать и сделать, чтобы был мир, дружба, счастье и любовь между всеми нами, допустим. Знаете, к чему это приведет? Это нужно просто, вот знаете, элементарно. Не надо быть семь пядей во лбу, чтобы понять, что все наши с вами попытки сделать что-нибудь такое, чтобы всех нас объединяло, приведет к созданию просто еще одной религии, и все. Ну или там еще одного направления религиозного, и все. Допустим, сейчас есть, допустим, в мире, там, не знаю, пять тысяч всяких разных религиозных мировоззрений, всяких разных сект, церквей, не знаю, всяких, 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 допустим, или тысячу, я не знаю, 5 тысяч, допустим. А будет пять тысяч одна. Вот и все. Мы с вами никого не объединим. Вот, пожалуйста, была попытка объединить католичество и православие. Объединить, сделать что-то общее, что устраивает и тех, и других. Что в итоге появилось? Появилось три. Католичество, православие и унеатство. Было две религии, попытались объединить, стало три. И то православные с католиками чуть-чуть враждовали по поводу серьезных вещей, а отнюдь не обрядов каких-то периферийных. А теперь еще стали и унеаты со всеми драться. Посмотрите, сколько крови пролилось. Эта попытка примирить обернулась еще большей кровью, еще большими воинами. Пожалуйста. Вы Тараса Бульман читали? Вот это на Украине, например, одна из попыток унию насадить. То есть и католичество, чтобы было и унеаты, и православные. Вот они между собой. Там вся эта склока была. Пожалуйста. Все эти попытки кого-то объединить, они приведут к еще большему кровопролитию, еще большему хаосу и еще большему раздроблению. И не надо быть семи пядей на лбу, чтобы это увидеть. Просто нужно заглянуть в историю. И если Вы думаете, что мы сейчас с Вами сядем, посидим, какие-то догматы пересмотрим, и все нам прям так поверят, и все прям примут, что ли? Да люди всегда умирали за свое убеждение, за свою веру. Обратитесь к мусульманам, посмотрите, скажите, братья мусульмане, давайте не будем ссориться. Я сейчас не наших российских мусульман, а вот, допустим, где-нибудь там на Ближнем Востоке. Давайте не будем, давайте мы объединимся, давайте мы вот это отриним, а все вот объединимся. Что они Вам сделают? Секербашка просто сделают и все, и разговаривать не будут. И они готовы будут себя подорвать вместе с Вами, но они не пойдут. Или Вы думаете, что Вы кого-то там в чем-то убедите? Вы просто ничего не знаете ни в верующих людях, ни в вере, ни в религии, ни в чем. Вот такой Вам ответ, прям очень отрицательный. Может быть, я излишне эмоционален, проношу свои извинения, но просто не знаю даже, как тут сказать. Мне вот вчера сказали, что Бога нет. Что нужно отвечать таким людям и как их спасти? Не надо их спасать. Вы себя спасаете. Чтобы кого-то спасти, нужно самому сперва спастись. Что нужно отвечать таким людям? По ситуации, иногда чаще всего ничего не нужно отвечать. Эти выражения Бога нет. Это просто, знаете, кинул камень, не смотрит результат. Ему не важно, есть или нет. Ему важно, как Вы себя поведете. А вообще, если хотите как-то себя проявить, можете сказать на эту фразу «Бога нет», можете сказать «Тоже мне открытие». Об этом еще в Библии написано 3000 лет назад. «Сказал безумец в сердце своем, Бога нет». Это слова Библии, цитата. Следующий вопрос. Сейчас очень много горя в мире, войны. Вовсе немного. Что Вы? С чего Вы взяли, что сейчас много горя в мире и войн? Да вовсе немного. Совсем чуть-чуть. Сейчас такое затишье у нас. Прям красота. Ну да, немножко расшарились, разыгрались. Там-сям чуть-чуть постреливают. Но, в принципе, раньше было гораздо больше. Скажите, пожалуйста, прощаются ли грехи против 6 Запада? Есть ли эти люди, которые убивают, покаятся? Ну, конечно, если покаятся, то простятся. Просто раньше это было где-то, далеко стреляли. А сейчас у нас тут рядышком стреляют. Поэтому нам кажется, что ой, как много. Всегда было много. Еще было больше, чем сейчас. Меня страшит, что, не дай Бог, начнется война с оккумпантами. Ну, вот тоже человек переживает. И мне придется сына отправить на войну. Да и он и сам сидеть не будет, не призовут, а добровольцем пойдет. Возникают неразумные мысли. Всеми способами избежать его мобилизации. Что-то Вы в паническом каком-то настроении. Во-первых, мне кажется, что никакой войны с оккупантами не будет. Кстати, где Вы живете? Что за война с оккупантами? Кто Вас оккупировал? Кто вообще собирается Вас оккупировать? Это какая-то истерия насчет этой грядущей войны? Ничего не будет. Нормально все. Вам нужно успокоиться, положиться на промысел Божий. Все будет хорошо. Никакой большой войны не будет. Никто не собирается воевать. Мне кажется, это просто у Вас какая-то внутренняя тревожность, сама по себе тревожность, которая проявляется то в одном, то в другом, то в третьем. Здесь Вы успокоились, она туда полезла, там успокоились, она сюда полезла. Может быть, Вам с психологом поработать, выяснить причиной этой тревожности, откуда у Вас такая тревожность повышенная? Может быть, Вы успокоитесь. Тогда не будет таких мыслей про мобилизацию, про войну с оккупантами. Хотя то, что мы видим по телевизору, оно как-то нагнетает атмосферу, но это просто нагнетание атмосферы, не более того. Прошу совета. С супругом мы много лет не живем, как семья, хотя у нас двое детей, мальчишки, младшему 16. Он просто копия своего отца. Внешний жест и та же шепелявость, и, конечно же, характер вообще двойник. Ради старшего я готова в коврик скрутиться, а младшего страшно говорить, не люблю, как это должно любить матери. Нет, конечно, душа болит за обоих, но такого трепета, который есть к старшему, к младшему не чувствую. Да, и все из-за его отца. Уж много горя он мне доставил за всю совместную с ним жизнь. Мы венчаны, в браке зарегистрированы, а жизни нет. Но не о нем речь. Что делать, как быть сыном? Он стал невыносим. Конечно же, в этом моя вина. Он платит мне той же монеты и неуважение ко мне. То ли это возраст переходный. Курит, пьет, меня игнорирует. Что хочу, то верчу. Помогите советам. Ну да, ему 16 лет, конечно, возраст такой. Понятно, что в 16 лет чего еще ждать? Все это, да, это, в принципе, нормально. Ну, как бы это ненормально, конечно, но чего еще ждать тогда в 16 лет? Что же касается ваших чувств, я вам тоже, как и предыдущему вопрошателю скажу, может быть, вам с психологом посоветоваться, с семейным, поговорить, выяснить. Потому что здесь я вижу поле деятельности для психолога, а не для священника. Откуда у вас, что это, какие у вас там неприязни к мужу, к бывшему, с которым вы не живете, и к сыну, и как вы с ним вообще взаимодействуете, какие у вас там отношения, чтобы вы увидели, где вы правы, где вы неправы, плюсы, минусы, наметить какие-то модели поведения, может быть, как-то скорректировать что-то. Это работа психолога, а здесь не священника. Да, помогая Господь. Следующий вопрос, и он заключительный у нас на сегодня. Я родила от наркомана, сразу порвала с ним и забыла. Мать-одиночка. А теперь его мать и он говорят, что отберу дочь. Могу ли я соврать им и сказать, что этот ребенок не его, чтобы и люди эти оставили в покое? Бывает ли ложь во спасение? В чье спасение вы хотите солгать? В свое? Ложь во спасение. В какое спасение? Кого вы хотите спасать? Мне кажется, что ложь – это неправильный ход. Есть какие-то другие способы для того, чтобы вам отстоять свое право, как матери, заниматься своей дочерью. И не отдавать эту дочь. Как это они могут ее отобрать? Говорят, что отберут дочь. Как это они могут отобрать? Я не знаю, тут Вас, видно, напугали как-то. Как они могут отобрать? Это что, киднеппинг какой-то? Вам нужно просто обратиться в полицию, проконсультироваться, что Вы можете сделать с точки зрения законности. Я не знаю, он удочерил дочь, он не удочерил, он отец, признан, не признан. Я тут не знаю, тут надо с юристами консультироваться. Но лгать рано или поздно все равно ложь вскроется. Поэтому, мне кажется, здесь ложь во спасении – это что-то какое-то мифическое, призрачное такое. Чье спасение? Что это за... Вы можете соврать, сказать, что ребенок не его? Вообще, все равно решать Вам, как говорится. Но я думаю, что нужно здесь действовать законными способами с точки зрения и закона государственного, и с точки зрения закона Божьего. Все. Помогай Господь всем Вам, друзья мои. Всех благ. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok